Сегодня в выпуске. Избран новый президент Вьетнама. Ситуация с экономикой Вьетнама выглядит оптимистично. Жители северной столицы России наслаждаются вьетнамским колоритом. Новости на русском языке. Сегодня утром большинством голосов в национальное собрание избрало То Лама, министр общественной безопасности, депутата национального собрания 15-го созыва на должность президента Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2021-2026 годов. Сразу после этого перед национальным собранием с отечественниками и избирателями всей страны президент То Лам принес присягу. Благодаря мудрому, искусному и чуткому руководству партии, решительному действию всей политической системы, сплоченности и единодушию народа, поддержке и помощи международных друзей, наша страна смогла достичь нынешних успехов, потенциала, престижа и международной позиции, как никогда ранее. Это чрезвычайно важные предпосылки для того, чтобы я смог выполнить возложенные на меня обязанности президента. С другой стороны, это предъявляет более высокие требования и ожидания на новом этапе развития, чтобы добиться новых успехов во имя цели «Богатый народ» — сильная, демократичная, справедливая, цивилизованная страна. Глубоко осознавая большую ответственность перед партией, государством и народом, обещаю серьезно и в полной мере выполнять обязанности и полномочия президента, предусмотренные Конституцией, активно выполнять задачи внутренней и внешней политики, обороны и безопасности страны. Вместе со всей партией, всем народом, всей армией и всеми организациями в политической системе максимально развивать дух самостоятельности, уверенности в себе, в нашей силе, стойкости и национальной гордости. Прилагать все усилия для успешной реализации всех решений партии, прежде всего резолюции 13-го съезда партии, сделать нашу страну развитой, с высоким уровнем доходов, с социалистической ориентацией. Президент Толом заявил, что на основе революционных достижений будет вместе со всей партией всем народом, всей армией развивать славные традиции и ценный опыт партии, народа, активно развивать самобытную национальную культуру, дух и ум Вьетнама, укреплять индейную и практическую сплоченность, прилагать все усилия в соответствии с требованиями дела революции на новом этапе, чтобы оправдать доверие всей партии, всего народа, всей армии. От имени руководства партии и государства премьер-министра Фа Мин Тин, председатель национального собрания Шен Тань Мэн, другие руководители партии и государства вручили светы и поздравили президента Толом. Сегодня в погоде Куан Ши в Ханое премьер-министр Вьетнама Фа Мин Тин поздравил руководителей вьетнамской буддистской санхи, монахов, монахинь и буддистов всей страны по случаю дня рождения Будды в этом году. От имени руководителей партии и государства премьер-министр торжественно поблагодарил и высоко оценил вклад вьетнамской буддистской санхи, а также всех монахов, монахинь и буддистов в жизнь общества и страны. Премьер-министр сказал, что в предстоящее время вьетнамская буддистская санхи должна приложить больше усилий для укрепления национального единства, идти впереди в движении донорства органов и крови ради спасения жизни, в борьбе с предрассудками и суевериями за здоровую религиозную жизнь, недопущение использования религии и религиозных убеждений для борьбы против государства, нации, народа или спекуляции в корыстных личных целях. Сегодня премьер-министр Фамминтин провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютто. Это третий подобный контакт двух премьер-министров за последние шесть месяцев. Главы правительства высоко оценили позитивный прогресс отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Нидерландами. Фамминтин заявил, что Вьетнам надеется в скором времени встретить короля и королеву Нидерландов с официальным визитом. Он призвал Нидерланды быстро ратифицировать соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС, способствовать снятию желтой карточки с вьетнамских морепродуктов, поддержать Вьетнам в реализации плана дельты Меконга и развития городских территорий в рамках борьбы с изменением климата в центральном побережье. Фамминтин выступил за то, чтобы довести двусторонний товароборот до 15 миллиардов долларов США. Разделяя мнение премьер-министра Вьетнама, премьер-министр Марк Рютто заявил, что будет и впредь поощрять голландский бизнес к инвестированию в Вьетнам и согласился с предложением расширить сотрудничество в области высоких технологий, производства микросхем, полупроводниковых устройств, портов, судостроения, логистики и стратегической инфраструктуры. По оценкам международных экономистов, ситуация с экономикой Вьетнама во втором квартале и в первой половине года выглядят оптимистично, благодаря восстановлению производства и экспорта, а также долгосрочным перспективам притока прямых иностранных инвестиций. Приток ПИИ во Вьетнам вновь растет после спада год назад. За первые четыре месяца этого года общий объем ПИИ превысил 9,2 млрд долларов США, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А год назад за тот же период наблюдалось снижение притоков ПИИ. Более чем на 17%. Стоимость экспорта выросла более чем на 15%. Этот рост также отражается в индексе менеджеров по закупкам ПИИ во Вьетнаме, который превысил 50 пунктов, что указывает на увеличение заказов и поддержку роста внутреннего производства. Вьетнамская швен текстильная отрасль демонстрирует уверенный рост в этом году. Согласно данным Минпромторга, за первые четыре месяца года экспорт отрасли вырос на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На многих предприятиях сообщают, что уже ибьют достаточное количество экспортных заказов для работы до конца третьего квартала и ведут переговоры по контрактам на четвертый квартал. Есть ли тенденция сохраниться? Вполне реальна цель экспорта одежды по итогам этого года в размере 44 миллиардов долларов США. Напряженность в Красном море сказывается на транспорте товаров и производственного сырья. Тем не менее, благодаря росту спроса, эта компания смогла получить заказы для работы до конца октября. Это стало возможным также благодаря постоянному слежению за рынком и быстрой реорганизации производства. Самый быстрый рост наблюдается в Европе и США. Австралия остается стабильным рынком. Мы смогли нарастить производство за счет применения передовых технологий, нового оборудования, что позволило повысить производительность и сократить расходы. Эта компания со своей стороны получила много заказов из стран Ближнего Востока и АSEAN. Мы проводим маркетинговые мероприятия, как онлайн, так и офлайн. Встречаемся с клиентами лично, и как результат у нас есть новые клиенты из Малайзии, Камбоджи и Сингапура. По данным Ассоциации текстилей одежды, вышибки и вязания города Хо Ши Мин, во втором квартале поток производственных заказов восстанавливается относительно успешно, составив 15-20% показателей аналогичного периода прошлого года. В большинстве предприятий быстро восстановили производство, соблюдая все требования по сроку поставки и качеству товаров для каждого рынка. Рынок дает сигнал, что вьетнамские товары имеют высокое качество и ценятся покупателями. Наши предприятия освоили быстрое мелкосерийное производство, сократили срок поставки в два раза. Как сообщает Вьетнамская ассоциация текстиля и одежды, нас народу еще один факт. Многие родственные компании и стран членов соглашения о свободной торговле, так и как Канада, Австралия и Европа стали больше приезжать во Вьетнам в поиск конкурентных проектов. Ассоциация определила три направления своей стратегии – диверсификация рынков, диверсификация продукции и диверсификация клиентской базы. В 2023 году наши товары поставлялись в 104 страны, а в этом году этот показатель может вырасти до 110. В Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды также заявили, что предприятия отрасли активно проводят зеленый и сыровой переход, чтобы повысить качество продукции. Это связано с тем, что несмотря на изменения в производственной сфере и ужесточение требований от импортеров, одежда остается одним из секторов, где у Вьетнама есть конкурентные преимущества для достижения поставленных к целой роста. Первое то наличие сорта учунг, выращенных в уезде Тханьха провинции Хайзонг, была отгружена в Австралию. Фрукты продаются по цене почти 35 австралийских долларов или 600 тысяч вьетнамских донгов за килограмм. Это в четыре раза дороже, чем во Вьетнаме. Все эти фрукты были выращены по стандартам Вьетгап и Глобалгап, имеют равномерный размер и переходное качество. Производство личи в уезде в этом году составило около 22 тысяч тонн, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Однако качество было выше. Ожидается, что экспортные цены и наличие будут на 10-20% выше, чем в предыдущие годы. В этом году в уезде Тханьха насчитывается 48 зон выращивания личи со 167 зарегистрированными кодами, отвечающими требованиям для экспорта. По состоянию на середину мая уровень освоения государственных инвестиций составляет лишь более 8% от плана. Об этом сегодня в Хануэ сообщил Минфин на конференции по освоению государственных и иностранных инвестиций. Министерство транспорта и Министерство сельского хозяйства и аграрного развития в настоящее время имеют самый высокий уровень освоения иностранных кредитов, превышающий 10%. В то время как 8 других министерств, ведомств и власти 28 населенных пунктов еще не начали освоение выделенных в этом году средств. Даже отказались от них. Причина кроется во многочисленных трудностях в корректировке инвестиционной работы, изменении проектов и их сроков реализации, неверности смет и использовании выделенных средств без учета реальности. По данным Министерством финансов, проблемы с тендерами и расчисткой площадок из-за корректировок проектов или задержек в приеме и оплате являются ответственностью провинции и руководства проектов. Далее в выпуске. Жители северной столицы России наслаждаются вьетнамским колоритом. Банжок – один из красивейших водопадов мира. Только начинается сезон дождей, а вчера вечером и сегодня утром многие места на юге Вьетнама пострадали от большой воды. Это город Хошмин, уезд Чаутхань в провинции Бенче, участок национального шоссе 1К в провинциях Донгай и Бензенг. В городе Фонтьет провинция Бентьхон даже затоплено водой с песком. Ожидается, что Эль-Нинья скоро сменится на Ла-Нинья. Поэтому не только юг, но также север и центральный регион Вьетнама должны подготовиться к экстремальным стихиям, которые могут случиться в любое время вплоть до конца года. Рис пока хорошо растет, потому что есть дождь. Если сможем сохранить плотину, то все будет хорошо. Я попробовал чуть воды, и соленость уже намного ниже. Пока что солнца мало, и снова может пойти дождь. Я готовлюсь снова сеять. Благодаря прогнозам, раннему предупреждению и усилам по соблюдению графика посева ущерба от засухи и наступления салона воды в Дентиме-Конга в этом году ниже, чем в 2016 и 2020 годах. За благовременное и активное действие перед стихийными бествиями останутся главной мерой для борьбы со стихийными бествиями в последние шесть месяцев этого года. Мы реализовали ряд проектов на случай ливневых поводков и обвалов на севере. Плотина Сабо – один из самых удачных проектов борьбы с поводками. И в провинции Тхэтэнхуэ реализуется проект по оптимизации работы плотин для борьбы с наводнениями. Недавно был запущен проект с целью подготовки плана борьбы с наводнениями в бассейне реки Вузя. Есть обоснования для дальнейших инвестиций в основании на прогнозах ранее действия для борьбы со все более сложным спектром стихийных бествий. Наступает сезон более частых тайфунов и штормов. Ожидается в том году 11-13 тайфунов. 5-7 из них непосредственно обращаться на сушу. На всех фронтах от пропаганды до планов действий ранее реагирование являлось обязательным условием, чтобы минимизировать ущерб перед лицом необычного развития стихийных бествий. Сегодня, 22 мая, отмечается Международный день биологического разнообразия. В этом году тема дня «Стань частью плана сохранения биоразнообразия». Вьетнам активно реализуют программы конкретных действий в рамках национальной стратегии в области биоразнообразия до 2030 года с перспективой до 2050 года. И одной из ключевых целей является сохранение биоразнообразия в увязке с устойчивым развитием и улучшением жизни общества. Впервые жителям деревьев, проживающих во внутренней и буферной зонах, будет вручен по одному саженцу и 306 демичных сортов рана-ден-дорона национального парка Хуанлин. Ожидается, что цветы с первого урожая из 10 тысяч саженцев можно будет собрать через год. Жители, занимающиеся туризмом, смогут использовать эти цветы для украшения своих домов, ради туристов. Те же, кто занимается растением, водством, смогут эти цветы продавать. Очень надеюсь, что скоро у меня будет очень красивый рододендрон, и я смогу показать его туристам. Это редкий вид дерева, и в лесу их становится все меньше. Мы должны сажать эти деревья, чтобы вместе добиться большей эффективности. К концу 2019 года площадь естественных лесов Вьетнама составляла всего около 0,5 миллиона гектаров, то есть менее 0,25% от общей площади лесов старания. Пока меры по сохранению для развития, развитию на основе сохранения, не будут действительно эффективными, леса и вперед будут вырубаться. В связи с этим, органы власти усилили меры по устранению проблем для достижения успеха этого дела. Значение леса выходит далеко за рамки простого источника древесины. В настоящее время наблюдается тенденция к переходу от лесозаготовки к производству недревесных продуктов и предоставлению услуг, связанных с лесной средой, поглощению углерода и туризму. Сохранение биоразнообразия в сочетании с развитием также является одним из вопросов, поднятых в клубанной разнообразной программе в области биоразнообразия, к которой Вьетнам присоединится в 2022 году. Сохранение лесов также повышает способность поглощения углерод. Первые 1,2 триллиона донгов получения от углеродных кредитов являлся ярким свидетельством приверженности Вьетнама политики защиты природы для развития. 20 мая в отеле «Версаль», где останавливался президент Хо Ши Мин во время своих визитов в Аладиосток, Генеральное консульство Вьетнама в Аладиостоке торжественно отметило столетие со дня первого прибытия Хо Ши Мина в этот город. В мероприятии приняли участие сотрудники Генерального консульства Вьетнама во Владивостоке, представители МИД России во Владивостоке, заместители председателя Законодательного собрания Приморского карая, представители Приморского общества дружбы с Вьетнамом, а также многие представители города Владивостока и вьетнамцы, обучающиеся и работающие здесь. Состоялась насыщенная программа «Возложение цветов к памятнику Хо Ши Мину в сквере на улице Борисенко», показ документального фильма о жизни и деятельности Хо Ши Мина. Выступление местных вьетнамцев с песнями и танцами в честь Хо Ши Мина. Мен Ай Кок, президент Хо Ши Мину, много раз приезжал во Владивосток в 20-30-х годах прошлого века. Его первый приезд состоялся в 1924 году. В Санкт-Петербурге в оживленной атмосфере проходит неделя Вьетнама, насыщенная разнообразными и увлекательными культурно-спортивными мероприятиями. С 2018 года это событие организуется ежегодно руководством Санкт-Петербурга совместно с посольством и обществом вьетнамцев в России по случаю дня рождения президента Хо Ши Мина в мае. Вьетнамские песни звучат на 20-й площади под майским солнцем в сверной столице России. Яркая художественная программа Вьетнама стала гуминацией международной книжной ярмарки в Санкт-Петербурге, открыв череду мероприятий по культурному и спортивному обмену, а также конференций и семинаров недели Вьетнама, которые проходят с 16 по 22 мая. И для меня было исключительно важно, что на Дворцовой площади в сердце России, в сердце Ленинграда звучали песни о Вьетнаме на вьетнамском языке, русские песни в исполнении вьетнамских артистов на русском языке. И я думаю, это самое главное, что воспитание молодежи происходит таким образом, что мы не только думаем об истории, что было раньше, но и сейчас мы сближаемся друг с другом. Одним из главных мероприятий недели Вьетнама стало возложение света в честь 134-й грабщины с дня рождения президента Хо Ши Мина с участием новых вьетнамцев и друзей из России, особенно для дождей двух стран. Также прошла конференция, посвященная 30-летию подписания договора об основах дружесвенных отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией и 70-летию победы при Дьер-Бьен-Фу. В самом деле, властям приходится вкладывать много сил и средств, но мы, особенно общество вьетнамцев, также должны стараться соответствовать все более высоким требованиям, чтобы качество мероприятия становилось все выше. Эти мероприятия способствуют укреплению дружбы между двумя народами и доказывают, что Санкт-Петербург очень заинтересован в отношениях с Вьетнамом и в укреплении дружбы между двумя народами. Новинка этого года станет товарищеский футбольный марш между командами Вьетнамской общины в Санкт-Петербурге и Москве с командой депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга. Разнообразие обмена и форм проведения сделали неделю Вьетнаме в Санкт-Петербурге, насыщенный и знаковый. Водопад Банжок в провинции Каубанк вошел в список 21 самого красивого водопада в мире по версии крупнейшего журнала для путешествий в Travel and Leisure. Водопад Банжок на границе между Вьетнамом и Китаем чарует посетителей своей величественной красотой, словно в раю. С высоты более 60 метров с самым длинным ярусом в 30 метров огромные массы воды падают на многие скалы, стекаются по скалам, подобно белоснежным шелковым лентам, изевающимися среди бескрайней зелени горных лесов. Это место по праву считается одним из красивейших водопадов Вьетнама и одним из крупнейших природных водопадов в Юго-Восточной Азии. Для каждого вьетнамца платье Аузай – часть быта. Оно присутствует в повседневной жизни, на официальных торжествах, в поэзии, в гардеробе вьетнамцев, живущих вдали от Родины. Но с развитием индустрии моды Аузай теперь известна не только как специфический национальный продукт, но и продукт моды международного уровня. Наш репортаж с фестиваля Аузай, недавно прошедшего в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США. На этом фестивале Аузай почитается как уникальная культурная особенность вьетнамской общины в США. Но на языке моды передается и красота сегодняшнего современного Вьетнама. На фестивале в этом году дизайнер Хуай Нам представил свадебную коллекцию, вдохновленную легендой о фениксе. Изюминкой коллекции являются не только бархатные детали, вышитые вручную и украшенные бриллиантами. Большинство представленных моделей предназначены для любителей моды во всем мире. Аузай украшает вьетнамцев и также отвечает международным стандартам. Я хочу распространить красоту вьетнамского Аузай в надежде, чтобы среди невест, которые приходят в церковь в день венчания, были и те, которые одеты в Аузай. Аузай важен не только для подобных культурных мероприятий, но и для других служаев. Это модно и интернационально. Я думаю, что вьетнамский Аузай должен выйти на мировой рынок, потому что он уникален, элегантен и заслуживает уважение. Впечатление у зрителей — это доказательство развития вьетнамского Аузай. Я очень рада, вспомнила что-то о своей родине, что-то гордое за родину, за традиционную красоту вьетнамского народа. Носите Аузай, и вы увидите разницу. Вы обязательно почувствуете себя кем-то особенным. Хотя, может быть, и не так. Но вы убедитесь в ее ценности, в уборстве, внимательности и трюдолюбии, которые мастера вложили в этот традиционный костюм. Я люблю это. Подобные праздники не ограничиваются сохранением национальной идентичности. Это также помогает продвигать и распространять ценность одной из красивых традиций вьетнамской земли. А далее прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это все новости, с которыми мы успели вас познакомить. Пересмотреть все наши выпуски вы можете на сайте VTW GO, который вы видите на экране. Кроме того, вы можете скачать наше мобильное приложение VTW GO в App Store и Google Play. Благодарим вас за внимание. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова